Ну, у нас по занятиям это вроде последняя лекция. В любом случае, я думаю, что как же и две этих лет мы не уложимся, может быть, там продолжим, либо еще правильность темы, либо вопросов каких-то, которые появятся. В прошлый раз мы продолжали тему программирования, но частично касались вопросов антологии игры, это мой игровой парадигм, который я хочу сейчас разбирать. Я, наверное, должен рассказать немного сегодня про проигру, про антологию игры и игровых представлений, которые есть. Может быть, какие-то вещи, кому-то из вас там будут знакомые, а в этом можно сказать, что это немного затронет. И, наверное, частично через это мы коснемся вопросов индивидуальности и заполнение прагматической плоскости. То есть, если в прошлый раз мы примерно говорили про то, что сегодня в схеме парадигматики, синтагматики, прагматики лежит в каждой из плоскостей, что она объектно-онтологическая, что она деятельностная и что она прагматическая. Ну, до прагматической мы особенно не дошли пока, как бы говоря, о установках, целях, программочных каких-то полаганиях, интенциях, которые возникают у индивидуальности, которая работает в программном подходе или там собирает на себе этот программный подход, то, может быть, частично вот сегодня попробуем, если дойдет время, затронуть вот эти штуки с заполнением прагматической плоскости и конструкцией индивидуальности. Начинаем, как обычно, генетически рассказывать про игры и как они там появлялись, входили в методологию, а потом как это переходило и трансформировалось к настоящему времени и актуальному представлению. Начинали методологии в шестидесятые годы, когда уже игра, это был такой серьезный предмет анальбола. То есть, если раньше к игре относились к достаточно несерьезным таким занятиям, мало изучали игру, то уже где-то там шестидесятые годы игра становилась серьезным предметом анализа психологии, культурологии и многих всяких дисциплинах. А методологии тогда, собственно, Щедровицкий с коллегами изучали детскую игру. Они пытались разбавить феномен детской игры и связь детской игры с педагогическим процессом и решением детьми разных типов задач, которые возникают. И тогда они начали разбираться, а что, собственно, такое детская игра, как она проходит, из чего она состоит и так далее. И они рассуждали примерно таким образом, что игра детская это что-то такое, что позволяет детям осваивать нормы, принципы организации жизни и потом пользоваться этими в реальной жизни. То есть, через игру они, в общем, учатся. И учатся самым разным вещам. И учатся не просто каким-то отдельным элементам, но, в принципе, дети через игру осваивают мир, жизнь, если хотите. Тогда как устроено общество, в котором они там будут жить, и они через игру осваивают устройство этого общества и жизни в этом обществе, и потом переносят это в непосредственное образование. А чего, собственно, тогда нужно осваивать? Или каких компонентов состоит эта общественная жизнь? И они пользовались марксистской схемой устройства общества, которое неоднократно зарисовывали, в которой есть полнота отношений. Полнота отношений заключается в том, что существует блок культуры, в котором хранится совокупность нормам, правил, образцов, поведения всяких. Есть блок производства, и блок клубных отношений, где люди взаимодействуют друг другом как люди. то есть если культура по определенным правилам организует производство, потом в производстве получается некий продукт, употребляемый в цикле потребления, и там отношения завязаны на непосредственные позиции или места, возникающие в этом культурно-производственном комплексе. Есть начальники, подчиненные, директора, рабочие и так далее. Все это подчинено неким правилам. То есть каждая позиция в этом производстве имеет некую аналогию с ролью, выполняемой в игре, и как позиция нормирована правилами деятельности должностной инструкции, так и игровая роль, которая разыгрывается в игре, она тоже нормирована какими-то правилами поведения. Клубные отношения принципиально отличаются от этого блока. Они, конечно, тоже каким-то образом культурно нормированы, связаны с культурой, но есть четкое различие между клубом и производством. трудовыми отношениями и межчеловеческими отношениями. В жизни, понятно, люди относятся к друг другу несколько по-другому, чем они относятся к друг другу на производстве. Наши отношения не регулируются непосредственно трудовыми, нормативными инструкциями, большая индивидуальная свобода. Там играют роль то, что не предусмотрено дисциплинарными уставами, правилами положения и так далее. там вступают в какие-то нравственные отношения, там появляется всякая такая штука, которая вообще полностью не присутствует в отношениях организации и деятельности. Любовь, дружба и прочие такие вещи. Понятно, что одно влияет как-то на другое, но в принципе это гетерогенные, гетерономные пространства, в которых есть. И детская игра по сути имитирует вот эти два плана отношений. четко имитирует. Там, где дети разыгрывают какие-то роли, там они... Дочки матери не играют. И там каждой позиции предписана роль. Вот там ты будешь папой, ты будешь мамой. Есть сценарий игры, правила, по которым они выполняют, то есть предписанная каждая роль. И вот они расписывают, исполняют, разыгрывают систему отношений, которая возникает. И это первый план игры, который возникает. Он подобен этому производственному плану отношений. Там, где взаимодействуют в позициях люди, которым предписаны цели, правила, нормы поведения и так далее. Дети это выполняют. А есть второй план игры, который, как считали методологи, является более важным, более сущностным для понимания тех отношений, в которые вступают дети, разыгрывая что-то. И это план вот этих отношений, которые возникают в клубе. Там дети вступают в межличностные отношения, в нравственные отношения друг с другом. То есть дети начинают перед игрой, которые начинают распределять роль. Ты кем будешь? Мамой будешь? Или папой? Или если они играют русских и немцев на войне? Кто будет русскими, а кто будет немцем? Кто будет командиром отряда? Кто будет подчиненным? И они распределяют эти роли до того, как они начинают непосредственно игру. И там, в распределении этих ролей, дети начинают вступать в совершенно другого рода отношения. Не ролевого плана еще, а они начинают взаимодействовать как люди. И там проявляются нравственные отношения между детьми. Кто-то, очевидно, становится лидером, кто-то конформное поведение вырабатывается. Дети спорят, ругаются друг с другом. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. И вот здесь, собственно, разворачивается самый интересный план этих отношений между детьми в игре. И там они усваивают, собственно, вот эти нравственные основы вот этих общественных отношений, которые потом переносятся в разыгрываемую реальность. И уже сам сюжет игры здесь не так важен, или менее важен, чем то, что происходит в углубных отношениях между детьми, там, где они взаимодействуют как люди. А в педагогике того времени вот этот пласт отношений, вот этих нравственно-человеческих отношений между детьми, выступающими в игру, он практически полностью игнорировался. Он выпадал из анализа и внимания педагогов. Они считали, что только вот эта штука. Например, можно создать сложную игру, где дети будут, выполняя определенные правила, осваивать какие-то будущие формы производственных отношений, или будущие формы того, чем они будут заниматься. То есть, например, игра предполагает счет какой-то. Вот они играют в банк или в торговлю. Там они научатся считать, как этот счет поможет в жизни и так далее. Но он игнорировался план распределения людей. Кто считает, что важно в этих ролях? Кто борется за какое лидерство? Как они решают между собой этот вопрос? Какие стратегии человеческого поведения и нравственных отношений они избирают, захватывая те или иные позиции? Чем они жертвуют, отказываясь от, например, Я не буду командиром, пусть друг мой будет командиром. Я его буду поддерживать в этом смысле. Здесь налаживаются такие отношения, которые очень важны для функционирования всего общества. И педагоги должны обращать внимание на эти штуки. А это очень сложно понималось и вбивалось в педагогу. И в то время, и позже, еще в 80-е годы, когда они консультировали работу детских садиков и так далее. Вот Вера Данилова, одна из ученистов-методологов. И сейчас она работает с Петром Щедоровицким. Она работала с детского садика какого-то. И она ей все эти вещи рассказывает. Про два плана игры, про ролевой план и нравственный план отношений. И то, что детям нужно дать на откуп то, во что они собираются играть. И как они взаимодействуют по этому поводу. То есть педагог должен воздерживаться от непосредственного регулирования отношений между детьми. Конечно, если они начинают вступать в какие-то жесткие конфликты, или ситуация начинает проходить из-под контроля, то педагог может вмешаться. Ну там, насилие дети могут начать проявлять или еще что-то. То в этом смысле, конечно, педагог может вмешаться. Но это достаточно такое мягкое вмешательство, которое не должно нарушить вот этот чувствительный план их межличностных отношений. И она долго рассказывает педагогу про то, что дайте детям определиться. И с сюжетом игры, и во что они будут играть, и с ролями, и как они выстроят этот сценарий. Потому что важнее как раз эта коммуникация между ними. Ну и проходит месяц, например, когда опять приходит в этот детский садик, и видит, что дети разыгрывают очень сложную игру. Очень сложную игру, в которой они договариваются о каком-то путешествии, потом вместе куда-то едут, потом там что-то происходит и так далее. И они все это разыгрывают. «О, видите, как классно получается». Данио говорит на педагогу. «О, конечно, классно, мы месяц с ними это репетировали». То есть, если ты проигрывался, то Данио спрашивает, «А что же вы не дали этому?» «Так ведь ужас! Дети начали разыгрывать игру, как пьяный папа пришел домой, и они начали скандалить с мамой». И она обратила внимание на сюжет игры, на роли, который в принципе вторичен, и не столь важен в основном содержании игровых отношений, которые существуют между детьми. Я просто никак не могу положить детские игры, в которые сами дети хотели обыграть, будь то точки матери, либо пьяный папа пришел домой, вот в эту схему. Потому что это же вроде не производство и не потребление, то есть это уже куда-то в другое место. Принципиально это, скажем так, общество, а это игра, имитация общества. И как в этих отношениях, в полноте общественных отношений, так и в игровых отношениях существует четко два плана. Первый план и второй. В игре это отображается в нравственные, человеческие отношения. Если хочешь там. Ну это просто по-разному нужно назвать. Коммунальные отношения. Куб. Это все как бы то, что здесь. А здесь идёт позиционная. То есть нормированная отношения. Позиция, да. Норма. Роль. То есть это предписано чем-то, нормировано чем-то. Здесь они по правилам. Какие здесь правила? Какие они установили, такие и разыграли. Это отсюда возникает. Все установки связанные с вот этими вещами. Это здесь появляются цели у людей, ценности, рамки какие-то, которые потом исполняются ими. Оно оттуда приходит, как бы сюда и воплощается. Это соотносится с нормами. Ну просто, ну я так как-то немножко так, если пофантазировать, то и детям дать играть в то, что они играют. Ну сами хотят играть, да. Не навязывать им ни сценарий, ни сюжет, вообще ничего. Они могут доиграться до не воспроизводства каких-то норм общества, а начать свои. Ну то есть условно они могут начать делать локально что-то такое, чего не существовало. Ну доиграться до такого как бы сюжета. Понимаешь, что здесь тогда методологи были убеждены, в принципе мне кажется это правильно, что вот эта реальность сюжетная, она вторична по отношению к, она не то чтобы вторична, она тоже важна, но она другая. Ну то есть это идея двухпланов, то есть содержание игры, это разворачивается то, что здесь разворачивается, то, что здесь разворачивается. И ход, ну вот например, если мы идем через предустановленное правило этого дела, мы определенным образом можем организовывать эту сферу, а будучи организованной, она теряет свою специфику. Мы можем придумать очень сложную игру и научить детей играть в это, но это одна степень свободы в этих отношениях. Там педагог все распределит. Либо, например, предложить им какую-то игру с какими-то правилами. Давайте играть в дочке-матери. Ну вот педагог так может поступить. Или давайте там поиграем в это. А дальше отдать им это дело на то, чтобы они здесь разобрались с тем, зачем они будут в это играть, как бы, что там будет происходить, как и так далее. Это вот очень забавно, кстати, отображается в современных ролевых играх живого действия. Там вот эти ролевые игры живого действия, они тоже есть такие очень занормированные. То есть там, ну вот, будем играть в толкиновский мир с эльфами, гномами и так далее. Там прописывается детальный-детальный сюжет, как бы, что, ну там, будет буквально до реплик персонажей, которые они должны сказать, там, встретившись друг с другом. То есть на волю и откуп игрока, который там входит в эту игру, остается очень мало. Там очень много, там, ну, мастера игры, который за всем следит. Там большая власть этого мастера игры, который, там, может регулировать отношения между персонажами, там, артефактами, там, я не знаю, вмешательством в этот игровой процесс. Все такое, ну, в сценарии, который идет, как бы, четко прописано. И есть там другие игры, ролевые игры живого действия, которые, как бы, вообще, ну, как бы, там, сюжет и установки минимальные. Ну, типа, как, давайте, там, играть, там, в это, да. Вот в прошлом году, там, я был на этой школе по написанию этих ролевых игр живого действия. И там они задолбали нас одной игрой, которая, там, играется, ну, вот, следующим образом, да. То есть установки игровые такие, что, то есть вы, ну, то есть есть семья, то есть это называется скучный семейный ужин, да. Семья, значит, в которой, там, мама, папа, сестра, брат, как бы, собака, да. И, ну, то есть распределяются как-то трое участниками. Игра начинается с того, что кто-то говорит, передай мне, пожалуйста, сон, а заканчивается, когда кто-то покидает помещение. Ну, или, там, игровую, вот эту, там, всю ситуацию. Он выходит, там, да. Ну, или как-то, там, покидает. Все. Больше никаких правил нет. Это минимально. Игра имеет бесконечное количество, там, разыгрываний, там, возможных, как это случается. То есть ее можно, там, ну, бесконечно играть. Все на откупу игроку. Что там будет делать отец, что мать, как бы, кто они, какие отношения. В эту минимальную игру, там, раскладку можно вносить какие-то, ну, вот это вот, вот это задано, там, да, вещь, как бы. Ну, и немного, как бы, в распределении ролей. Ну, потом дальше, там, люди поменяются. Можно вносить минимальный сюжет, ну, там, туда. То есть минимальное добавление к этому сюжету, который, там, там, развивает эту игру. Например, то есть, просто на играх, вот этих. На этой игре скучный семейный сюжет демонстрировать многообразие, всяких, там, возможностей разыгрывания, в зависимости от того, там, что происходит с персонажем. Например, как бы, вносится какая-то, там, информация. То есть, вначале вы можете разыгрывать просто. Ничего персонажи не знают друг о друге. Потом мы вносим, как бы, какую-то информацию, которая, там, существенно, там, для этих персонажей. Кто-то знает тайну друг друга. Они могут написать, вот, там, передать другому, там, и так далее. И это, как бы, делает вариативность игры, там, еще больше. Можно, как бы, работать с, там, ну, разными элементами, этого, там, сценария, там, игры. Там, например, там, давлением на персонажа или, там, там, с давлением, там, на, там, игрока. То есть, разделение идет между игроком и персонажем. Ну, например, там, да. Разница в этом заключается в том, что, например, там, создается то, что, там, все ненавидят собаку. Там, да. И вот, как бы, ну, это, то есть, один вариант разыгрывания. Либо, там, другой вариант разыгрывания. То есть, участники, там, некоторые, там, находятся в физически не там, не том положении. Ну, это давление на игрока. Ну, или на коленях стоять. Время разыгрывания сюжета, как бы, существенно, как бы, динамика изменяется в зависимости от того, что случается. Ну, это, вот, как примеры того, как это забавно, там, сегодня отображается. Вот эти ларперы, они все больше пытаются, ну, то есть, по крайней мере, это один из трендов, переходить к более свободным способам, там, отношения, а не зарегулированность, там, управления. Я считаю, что так игра богаче. Ну, и правда, это богаче. В некотором случае. Вот, я ответил немножко, нет? Ну, понимаешь, в зависимости от решаемых педагогических задач, да, то есть, мы можем... Ну, просто, вот, как бы, задача педагогики, все-таки, готовить из детей членов общества. Ну, так вот, после такого трейла. Правильно. Поэтому, я, в принципе, могу представить ужас, там, педагогов, когда они видят что-то... Что-то я представляю. Ну, и, соответственно, стоит, ну, как бы, такой вопрос, то есть, насколько, ну, может быть свободна игра, которая, ну, вот, дает играть детям, если у нее есть педагогическая цель, там, ну, вот, скажем, готовить, там, ну, членов общества. Ну, понятно, что эти педагогические игры могут иметь, там, целевое назначение какое-то, но, как бы, когда мы не понимаем вот этой штуки, да, мы элиминируем игру к, ну, чему-то другому. Там, ну, так сказать, не игра происходит. Если же мы понимаем, как бы, отношение между этими двумя реальностями и разноплановостью, которая там возникает в игре, то мы можем, ну, как бы, строить вариации, там, организации этой игры. Более свободно, менее свободно, более клубно-нравственно и так далее. Главное, чтобы мы этот план не упускали из вида. То есть, различительная способность должна быть и умение работать с обоими планами. Точно, точно. Педагог должен видеть это в игре. А, вот, как бы, сейчас происходит это. Сейчас они вступают в эти отношения, там, да. Это дает, ну, много пониманию, его пониманию о том, ну, кто этот материал, с которым работает, там, педагог. Вот. И, кроме этого, то есть, вот, вот эта двухплановость игры, которая была схвачена уже на этом этапе, там, методологи, и тогда, ну, анализировали, там, различия, там, скажем, между реальностью, как бы, и, там, игрой. И, одна из ключевых различий, которая возникала между этими двумя вещами, это, ну, какая-то, фиктивность продуктов, которые производят игрой. Ну, там, в таком, там, идеологическом, там, тезисе это выражалось, пирожки из песка есть нельзя. Это значит, что производимая, там, в игре, там, продукция, то есть, все по аналогии, как и с производством, да, то есть, есть производственный цикл, правила, есть продукты, там, и так далее, но они не могут быть потреблены, то есть, они не настоящие, не реальные. И это имитационный характер игры, он противостоит, как бы, реальным отношениям, да, хотя все очень похоже, да, все совместно, но, как бы, не совсем настоящее. Вот это примерно такой первый период, тогда, когда они увлекались, там, всякими этими первыми отношениями. Вот, и эта тематика вся потом была втянута в игровой период, когда начался период организационно-деятельностных игр. Я вам рассказывал немного про организационно-деятельностные игры, игровое движение, которое я возникал. Вот, в организационно-деятельностных играх был, вот, тоже схвачен, там, и понят, ну, во-первых, почему игры, то есть, с чего вдруг они называли организационно-деятельностные игры играми, а не каким-то другим, там, типом того, что происходит. Потому что, как бы, игра, это было названием, которое, вот, противостояло, скажем, ну, другим формам коллективной работы, да. То есть, игра, это не научная конференция. То есть, игра, это, там, не симпозиум. Игра, это, там, не производственное совещание. Игра, это что-то другое. Вот они размежевывались разными другими формами, там, интеллектуальной работы, которые существовали на тот момент. А дальше пришлось еще отмежевываться от всяких, там, игр и других игр. Например, организационно-деятельностная игра, это не деловая игра, там, да. Другой тип игр. И обучающих, там, мероприятия. Игровая, организационно-деятельностная игра, это не тренинг, да. То есть, там совсем другие вещи происходят. И в орг-деятельностных играх сохраняется, ну, вот этот компонент двух плановостей, да. Ну, или много даже плановостей, которые возникли в игре. Ну, первоочередной момент, это различие между реальностью и игровой реальностью. Одна из которых как бы настоящая, а другая как бы ненастоящая, да. И в объяснительных схемах, там, категориях, они пользуются метафорой, в том числе, детской игры. Пытаясь донести вот этот принципиальный характер игры как одновременного удержания двух планов. То есть, два плана, они сосуществуют. То есть, для детей сосуществует постоянно взаимопересечение вот эти два плана, да. Они, например, тут играют во что-то, и все идет нормально. А потом кто-то, бац, нарушает правила. Они останавливают игру и начинают разбираться. А, как бы, ты неправильно сейчас сделал. Как бы, ты меня не убил, потому что, как бы, ты стоял, как бы, не там и не мог в меня попасть. Они переходят в другую реальность отношений. И там может перестроиться правила игры, как бы, может перестроиться отношения, смена ролей произойти, как бы, персонажей, которые выполняют это и так далее. И вот точно такой же, но они там четко различают. То есть, вот они играют, как бы, вот они не играют там. Или там, что в ней не играют. Кто-то выходит из игры. То есть, они понимают эти штуки. И вот то же самое в организационно-деятельностной игре. Объясняют, что, вот, запуская игровой процесс, как здесь всегда пользуются, ну, и часто рассказывают либо вот про детскую игру, либо на скетчу любят рассказывать про этот самый, там, ребёнка и самолёте. Как бы, ребёнок, как бы, летит, как бы, на самолёте, при этом там сидит на стуле, как бы, который для него представляет самолёт. И он понимает эту реальность. А навстречу ему летит другой самолёт. А на самом деле это мама идёт с подносом. Ему нужно, там, облететь её, потому что он понимает, что столкновение неизбежно. И для него эти, как бы, два плана реальности, в котором он сидит на стуле, как бы, а мама несёт там чего-то на подносе, сосуществуют одновременно с этим игровым планом. Где кто-то сидит, как бы, на самолёте, как бы, там, другой самолёт или я не знаю чего. Как бы, но вот эта воображаемая там реальность и, как бы, реальная реальность, они сосуществуют. А дальше всё, как бы, ещё усложняется. То есть, помимо вот этих, там, двух, как бы, реальностей, которые удерживаются, там, рефлексивно, играющим человеком, эти реальности, вообще говоря, могут множиться. Ну, вот, ворк-деятельностных играх, там, различие между игрой и реальностью заключается в том, что ворк-деятельностная игра имитирует, там, реальную ситуацию. Есть реальная ситуация деятельности, да? То есть, где в этой деятельности существуют какие-то там позиции, там, и так далее. Это ситуация деятельности, а в игре имитируется эта ситуация. И из реальной ситуации сюда попадают те, кто находится в реальных позициях, в реальной деятельности. Хитрость орг-деятельностной игры состоит в том, что из реальной ситуации попадают сюда в ОД, реальные люди, занимающие позиции в реальной деятельности. Это значит, что конструируя орг-деятельностную игру, мы конструируем там все позиции, которые существуют в деятельности, все процессы и структуру самой этой деятельности. То есть, например, если мы играем в образование, то сначала мы представляем себе устройство системы образовательной деятельности, в которой у нас должны быть менеджмент этого образования, должна быть научная деятельность по поводу этого образования, должны быть преподаватели, которые реализуют это, должны быть технологии, стандартизаторы этого образования, должны быть педагоги, которые там работают, должны быть собственно образовательный процесс, который идет вместе с учениками, должно быть то, что связано с этими учениками в виде социального окружения. Третья сторона заявляющая свои интересы на предмет этого образования. Родители, бизнес, то есть общественный фокус существует. Вот мы как бы понимаем систему, имитируем ее структуру в деятельностной игре в виде состава, например, групп, которые там существуют. И дальше мы набираем реальных представителей. То есть если там нам нужны директора школ, то мы набираем директоров школ. Они сюда попадают. Мы набираем людей из министерства образования или людей, которые пишут учебники, реальных студентов. Они попадают в пространство игры. То есть в пространстве игры, в имитационной реальности, не в настоящем педагогическом процессе, они разыгрывают педагогический процесс. То есть все как почти в реальной жизни. Но дальше, как бы, у них есть полная свобода этого дела. То есть куда самоопределяться и как самоопределяться. Вот например, то есть человек, попадая в эту ситуацию, он не хочет разыгрывать из себя педагога. Хочет попробовать, а как это вообще быть в министерской шкуре. Он может самоопределиться в группу этих министерских работников. Но тем не менее, он же все равно реальный педагог. Он не министерский работник. И он в любом случае вынужден тогда разделять эти вещи. Свою реальную позицию навыки и игровую позицию, реальную изображаемую. Вы можете точно так же, оставаясь в шкуре педагога, что-то из себя изображать или действовать иначе, чем раньше. То есть пробовать что-то, испытывать. И игра это позволяет. То есть имитационный характер игры позволяет человеку, то есть дает больше степеней свободы. Можно делать то, чего мы не делаем в реальной жизни. Там будут не такие санкции. То есть за это. Если на производстве там как бы одно дело, то в игре всегда есть эта уловка. А, я понарошку. Я как бы сейчас не серьезно. И это сильно защищает людей как бы с социальным статусом, которые проигрывая в игре, как бы они могут сказать, что это не серьезно. Но, тем не менее, там много чего из этого понять. Как и другие могут понять то, что существует. Однако сам вот этот процесс, то есть самое игровое пространство, которое существует. Оно тоже как бы в себе может члениться и подразделяться на разные пространства, то есть разной реальности в некотором смысле. И как минимум, как минимум. Ну вот эти два существуют. То есть клубно-вечностный, коммунальный план игры и нормативно-позиционный план игры, где имитируются реальные отношения. Вот давайте тогда рассочленим, то есть увидим эту игру через схему мыследеятельности. Точно так же, как и в реальности существует слой чистого мышления, мысль-коммуникации, мысль-действия. И игра протекает во всех этих трех планах. То есть свои мыследействования, они как бы совокупляют себе какую-то производственную позицию, в которой они действуют в игре и из нее совершаются какие-то действия. Свои мысли коммуникации, они вступают в коммуникативное отношение самого разного плана. То есть коммуникация тоже сложно устроена. И здесь происходят самые разные интеракции. Либо содержательная коммуникация, либо они отношения могут выяснять между собой, в чисто клубные отношения. Либо бороться за эти места, либо за какие-то идеи в чистом мышлении и так далее. В чистом мышлении происходят свои процессы. Здесь происходит движение схем, идей, норм и так далее. Здесь смотрите. Вот это задает тоже некоторое представление о полноте схватывания игровых процессов. Но каждое из этих пространств в принципе может интерпретироваться как отдельное существующее пространство игры. То есть на игре происходит мышление. Люди о чем-то думают на уровне деятельности. Они там создают, конструируют какие-то схемы, борются за эти схемы, идеи. Они думают по поводу организации того, чего здесь. И пытаются перестроить это в пространстве игры. Как-то спустить это, применить к реальной ситуации. Вот это движение идей. Схем. Завиральных конструкций, которые они имеют. Это отдельная реальность. Отдельная игровая реальность. Там все по-настоящему. Схемы перетекают в схему. Знаки в знаки. Нормы в нормы. Там сталкиваются идеи. Существуют проблемы. Это в пределе отдельно существующей реальности. Зависает я или скажу то, что вы уже знаете. В принципе, ясно. Смотрите, это реальность один. Вторая реальность, коммуникативная реальность. Люди собачатся. Это третий тип реальности. Какая из них настоящая? Все настоящее. Неправда. Почему? Потому что есть разница между имитацией, имитационными отношениями и маркером реальности. А, то есть какая в игре более настоящая? Какая из этих реальностей более настоящая? Ну и вот эти. Сравнись сначала вот эти две реальности. Реальность, например, орд деятельностной игры и реальная реальность. Реальность в детской игре где находится? Там, где на самолете летает или там, где мама с подносом ходит? Где реальность? Ну, они все на самом деле немножко реально, потому что имеются в результате те или иные последствия. Пирожки из песка есть нельзя. Ну нельзя, хорошо. Мысленно можно. Мысленно можно. Понимаете, как в игровом отношении эти реальности равноправны. Но только значок, маркер реальности, что более реально, что менее реально, он каждый раз ставится то туда, то сюда. Ну, то есть мы можем ставить знак реальности сюда, например, да? То есть в реальности это более явственно. Либо мы проиграли ситуацию, нашли как бы правильно решить, тогда и тут будет более правильно. Мы считаем это настоящим. То есть сейчас, в данный момент, это является настоящим. Ты же на играх бывал, да? Люди собачатся там, да? Это чисто имитационная ситуация для них. Они начинают колбаситься, чуть в кровь с друг другом не драться. И это для них на этот момент является самым важным. Ну, принципиально важным и так далее. Для них вот та реальность, которая находится там, за пределами игры, является куда менее существенной, чем то, что сейчас происходит здесь. И для них реальность игровых отношений как бы становится большей, как бы более важной, более сущностной, чем то, что происходит там. Это просто две, ну, эти параллельные абсолютно реальности, удержание вместе которых и задает, собственно, как бы игровой план и движение в игре. Но они, эти две реальности, они как две реальности и существ, как параллельные миры. В них разные правила, разные отношения, там, в разные материалы, которые там движутся, там и прочее и прочее. Это совершенно разные, как бы, штуки. И маркер реальность может переноситься туда-сюда. Вопрос в том, что реальности нет. То есть в игровой или игровом отношении принципиально существования именно этого варианта реальности как реального, оно исчезает. Это не приводит нас к солипсизму, к уничтожению, там, этой реальности и, там, скажем, к верклианскому такого отношению, что мир – это то, что я, как бы, думаю про этот мир. Нифига. Внешний мир существует. Он существует в игровом отношении. Но этот внешний мир в игровом отношении существует во многих формах и многих реальностях. Каждая из которых может быть, там, реальной или имитационной. Реальностью. Мне кажется, это... Но это и есть полная реальность. Мы всегда в жизни находимся в разных совершенно ролях. Мы это постоянно делаем. Тут находиться в разных ролях, перемещаться по разным ролям – это одно, да? А, ну, понимать, что ли, схватывать это как самодостаточную существующую реальность, полноту, как бы, отношений – это, ну, несколько другое. И тут, может быть, важным является... Да, это будет нас на уровне рефлексии тогда. Правильное слово выучили, как бы, знаете. Хорошо, ну, вот, хорошо. Ну, вот разреши проблему с рефлексией. Ну, вот, ты говоришь, есть. Пространство один. Полнота, реальность, мир. Мир. Где существует, ну, какой-то, воспринимающий эту реальность персонажа. А вторая черточка, что делено? То есть, у нас есть две чего-то, да? Мир со штрихом. И тоже тут чего-то там, да? Мир с двумя штрихами. Но дело в том, что все это вместе существует в чем-то общем, в большем мире. Наверное, без штрихов. А-а-а, о-о-о-о! Как, как бы... А теперь, например, то есть, какой способ отношения с этим? Есть объемлющий мир, там, да? Рамка, да. Который настоящий, да? В котором существуют, а это все воображаемые реальности, которых нет. Так вот, как бы... Они есть, но они просто имеют меньшие рамки, чем больше мира. Оно в рамках. Вот я говорю, нет, как бы, миры, как бы, вот эти. Как бы, они, как бы, полнота, как бы, в них там существует. Они полностью... Миры. Они менее простроены всегда, чем общины. Ну, они просто как... Попытают. Вот... Есть прямые пересекающиеся, есть... Не пересекающиеся, есть перекрещивающиеся. Когда они находятся в разных плоскостях. Они, вроде бы, с одной точки зрения не могут казаться правильными, с другой стороны, нет. Но это не отменяет их существование. Ну, то есть, вот, для вас существует самая реальная реальность? Нет. И... Это самая точка, это точка рефлексии, с которой... С какой точкой мы сейчас смотрим на мир? С той точки зрения и той существует. Окей. Окей. А существует еще, как бы, тогда, там, рефлексивное пространство, да? Из которого, там, происходит наблюдение. А что реальнее тогда? Это или это? Понимаете, как бы, рефлексия по... Ну, собственно, там, рефлексия по законам одного жанра, как бы, это, как бы, одна рефлексия. Рефлексия по законам, там, полноты другого жанра, это другая рефлексия. Рефлексия, как бы, это... Вот... Помните, вы, у Лефевра, мы, там, говорили про ранги рефлексии. То есть, у нас есть, например, там, деятельность какая-то. Эта деятельность объемлется, там, в рефлексии по поводу этой деятельности. Мы получаем схему, там, социотехнической системы. Мы понимаем, как бы, смотрим, как бы, извне на это. Это позволяет нам кооперироваться с другими. В этом смысле. Ну, дальше, как бы, существует рефлексия над рефлексией. И здесь ведь в рефлексии, то есть, способы работы, там, инструменты, там, мышление, которое существует, оно другое, чем здесь. Это две разные реалии. Потом, как бы, мы, там, цикл рефлексий бесконечен. Как бы, здесь у нас, там, третий, как бы, способ работы. Ну, это и так далее. То есть, рефлексия, как бы, умножив мир один раз, как бы, она умножает, там, почти бесконечное количество. Так. Считается, можно, наверное, реально... Можем... Вот. Честно говоря. Я, конечно, вам знаю, но... Что я и делаю? Вот есть рамки игры, да? Мы здесь можем выйти за рамки, да, и... Куда? Ну, человечек может взять и подумать, ну, подумать о себе, да? Ну, он может в рамках рефлексировать, в рамках, ну, как бы, в рамках этой реальности, да? Но он может из этой реальности мыслить об этой. Из этой он очень может посмотреть и то, и то. Я, как игрок в этой игре, и я в то же время завтра уже совсем другой, ну, в смысле... Вот я живу, работаю, но в то же время вот у меня есть игра. Это совсем другая рефлексивная точка. Она, вот, может посмотреть... Из этой рефлексивной точки, например, можно посмотреть... Ну, хорошо, да. И сюда, и сюда. То есть, ну, охват больше. А из рамок ролевой, как бы, игры, ну, нельзя посмотреть на внешний мир. Ну... Чего это? Можно, но тогда ты должен уже перевести это вот в эту точку. Чтобы осознать себя в двух ролях. Потому что всегда одно заключено, ну, как бы, в что-то. Наша жизнь заключает в себя нас, которым мы и играем в эту игру. Хорошо, ну, вот... Ладно, а что... Это самое... Ну... Что ты хочешь подемонстрировать с этой схемой? Что-то идеологическое будущее. Нет, ну, вот, я понял, ну, мне кажется, там, я понимаю человека, что существует, но в представлении. Некоторое, как бы, ну, устройство реальности. Которое есть там, да? Ну, которое мы там видим, наблюдаем. А мышление есть? Есть. Ну... А идеи... А идеи реальны? Реальны. Ну, например, электричество реально, а мы его не видим. А оно есть. Ну, так... Идеи реальные. И что? А идеи мы не видим, пощупать не можем, понюхать, оно даже не бьется. Мы их можем записать. Ну, и что? Ну, оно не существует точно так. Не все, что можно пощупать... Окей, окей, окей. А теплород не существует. Хотя тоже идея такая есть. Теплород... Теплород не существует. А в 19 веке существовал? Не у всех. Но существовал уже. Ну, это такая как бы технологичная единица, которая объясняла картину мира. И эти объяснения картин мира связаны с самим миром. Понимаете? Нет однозначной интерпретации этой реальности, которая существует. Существует веер интерпретации этого дела. А в пределе эти интерпретации различаются как различные миры, в которых люди живут. Ну, грубо говоря, феноменологи живут в другом мире, чем методологи. Но существует практика, которая их оставляет по комплексам. Вот. Практика, там, всякие там практические отношения, там, да, они там борются. И там они сталкиваются. И натуралисты существуют только в больном воображении методологов, как бы. Но с натурализмом методология борется, как бы, там, есть деятельностный подход, противостоящий, там, натуралистическому, там, и так далее. Это вполне себе конкретные люди для методологов, там, да. А методологи для тех, кого они обзывают натуралистами, тоже становятся очень конкретными людьми. Ну, у них, как бы, две, как бы, ну, пересекающиеся реальности. Ну, как бы, это две разные, разные, разные. Методология обречена. Нет юных методологов. А эти есть. Я имею в виду, да. Я имею в виду, да. Методология обречена. Я имею в виду, да. Какой-то, пытание, да, на конту... Тую схему. Да, это... То есть, там, пытание, на конту, схема, там, где шматы этих миров, да. То, отрамоваться... Это все, в принципе, там, один, как-нибудь, там, субъект может утромить все эти планы, в принципе, да? Да. И, вось, для этого, там, реальностью является то, что в этот момент, как бы, ее нас промает, там, реальность. То есть, мы бы утверждали, что это, вось, ну, параллельность основания этих, там, со света, и оно, как бы, не, там, скатывает нас до солипсизма. А я, как-то, ну, я не изразумел, чему они скатывают. Потому что, как бы, все, как бы, нагадывая именно это это. Ну, по нескольким причинам. То есть, такого рода отношения все равно, ну, противопоставляет, ну, деятельность, которая ведется, и им, там, материал этой деятельности. Или, там, познавательное отношение, предмет познания. Он сопротивляется. И сопротивление, которое возникает в вашем действии, в вашем понимании, там, деятельности непосредственно, которая ведется действием, оно, вот, вызывает, что ли, к жизни, как бы, внешний мир, с которым вы соотноситесь. То есть, это достаточно принципиальный тезис, да, про существование внешнего мира. Внешний мир существует. И поэтому, как бы, поэтому, там, совсем другое, там, способ выстраивания отношений, там, происходит, там, с, там, другими в этом мире. Вот это, меня, например, убеждает в существовании внешнего мира. Правильно я разумею, что, если только те, там, ну, полоски, там, где, там, мир один, мир штрих, мир два штриха, и они, в принципе, как схемы, которые накладываются на некую такую объективную, там, незалежную от нас реальность. Как бы, нету этой объективной, незалежной от нас реальности. Так, а что сопротивляется тогда? Внешний мир, то есть, но эта реальность, то есть, которая, там, сопротивляется, она всегда дана в каких-то формах понимательных, да. Но эти формы понимательные, они всегда отличаются от того, с чем мы взаимодействуем. То есть, ну, если хочешь, мы всегда понимаем все неправильно. По симптоте стремимся к плавильному пониманию. Ну, ладно, там, вот эти прогрессисты, как бы, научный прогресс, которые натуралисты, они так... Просто сегодня мы еще не допознали эту реальность, но дальнейшее развитие научных методов, эта методология приведет к тому, что мы, наконец, как бы все ближе и ближе будем приближаться к познанию всех законов Вселенной. А методологи, говорят, не след? Мы это знаем. Методологи, как бы, вообще, эту проблему упакуют уже, там, в другой корпус отношений. То есть, они вообще убирают вот это познавательное, там, отношение к миру, исключительно познавательное. Они его упаковывают в практическое. То есть, это познание является одним из элементов деятельностного отношения к миру. То есть, мы этот мир преобразуем еще к тому же. То есть, мышление имеет две интенсии. Техническую, как бы, и, там, философскую. Познание и упорядочение этого в неких категориальных формах и прочее, это один способ отношений. Преобразование, как бы, упорядочение мира, там, это другой способ, там, отношения к этому. Познание, оно уже преобразует мир. То есть, исследуя что-то, мы это уже преобразуем. Ну, так, в квантовой механике. Чтобы что-то измерить, приходится, уже оно изменяется. Ну, наверное, да. С этим даже не очень буду спорить. Ну, вот, есть, там, другой области. Ну, это, как метафора. У Бурдье есть, там, такая вещь, это, там, символический порядок. Ну, это, как бы, сетка категорий, условно, там, понимание, там, мира, которое мы набрасываем на этот мир. И он, данный, существует только в этой сетке категории, которая у нас есть. Да. Но эта сетка категории, символического порядка, она, ну, как бы, это один из способов рационализации этого мира. И в этот способ рационализации, например, никогда не вкладывается другой, которого мы не можем познать, как бы рационализировать, там, до конца употребить в этой сетке категории. Другой для нас это, как бы, принципиально иной, непознаваемая, как бы, сущность. Он сохраняет за собой остаток, нерационализируемый остаток этой реальности. И вот он, другой, это, как бы, то, что дает нам, как бы, понимание и, там, практическое столкновение с другой реальностью. С тем, что не причиняется нашему символическому порядку, как бы, той сеткой категории, которую мы набрасываем, как бы, на этот мир. Фальсифицирует постоянно, проблематизирует, мешает нам, как бы, ведет себя не так, как мы предполагали, не так, как себя должен вести и так далее. Вот это одна из таких вещей, которые, там, делают, ну, внешний мир, там, существующий. Но все равно этот другой для нас дан в каких-то категориях, которые мы, там, схватываем и понимаем. Мы только должны знать, ну, и иметь установку, то есть, ну, вот, антропологическая, там, не знаю, гуманитарная установка методологии состоится в этом. Мы знаем про человека что-то, но это знание, как бы, не является окончательным. Никогда. То есть, мы не можем понимать человека, как оконченную, завершенную, там, реальность. Это неправильно. Не бывает антологии этого дела. Не должно быть. А вообще можно понимать, изучать то, чего нет? То есть, реальности нет, как ее можно изучать? Нет, реальности нет, можно, как бы, изучать. Там же все в науке, как бы, методология описана. Как можно, как бы, изучать? Ну, если реального мира не существует? Я же не говорю, что реального мира не существует. Я говорю, реальный мир существует. Это принципиальная установка. Но существует он тоже по-особенному. Не отдельно от мышления, представления об этом мире. Поэтому теплород был когда-то, а потом исчез. Его упразднили, как класс, специальными научными методами. Правильно ли я могу понять тогда сущность вот этого, можно так сказать, игрового подхода? Потому что, первое, реальности больше, чем одна. Да. Второе, они связаны, обязательно. Они, да. Они параллельны. Ну, параллельны, но между ними всегда есть какая-то связь. Нету никакой связи. А вот, как бы, а как насчет того, что, допустим, ну, вот, ты говоришь, интенция мышления, там, одна на объяснение. Вот эта интенция и является связующей, по сути. Ну, мышление и мир. Иначе это рассыпается, как бы, на... Мышление и мир, это две разные дуальные, как бы, реальности. Они, как бы, между ними нету. Нету никакой связи. А как же там интенция? Интенции есть, а связи нет. Так разве интенция не устанавливается связь? Это мышление. Мышление мыслит мир, как бы, ну, вбирая в себя. Это мышление такое. Ну, смотри, вот ты там написал, общество, игра, а в скобочках, имитация. Тем самым установил связь между игрой и обществом. Если бы это была игра, а не имитация общества, то это было бы, ну, вообще, как бы, ну, скажем так, какая-то фантомная реальность, которая, ну, появилась, исчезла и ничего, ну, никак не повлияло. Понимаешь, как бы, Иван? Это вот тогда они думали, как эти наследники марксистов, что общество и общественные отношения существуют как реальность. Практика общественно-историческая для них была последней, как бы, марксовской реальностью. Потом, как бы, для них деятельность и мыследеятельность стала, как бы, крайней, предельной онтологией. Вот это существует только тогда, когда существует предельная онтология. Когда, как бы, предельная онтология это нечто про что мы можем сказать, что что-то есть оно, но никогда не можем ничего сказать про нее саму. То есть все есть там Бог, каждая вещь, там есть Бог, или там все есть природа. Про саму природу, про предельную антологию Мы не можем ничего сказать Она сказывается про все Эта есть природа Но про природу мы не можем поставить А есть Б А есть Б И природа может стоять только здесь Как предельная антология А здесь не может стоять Потом Потом методологи пришли и сказали Нет никакой природы Природа есть кусок деятельности Есть такая деятельность Специальная, познавательная Которая конструирует природу Вот Николай Он знает про то, как конструируется Природа Методологи знают, как Николай это делает Про саму деятельность Они ничего не знали Стали конструировать теорию деятельности Мысли деятельности пришли И так далее А потом пришли москвичи с водолажкой Своим программным игровым подходом Игрой И тем, что Антологические представления Вот эти предельные антологии Они постоянно меняются Взяли это все Сказали Нет вообще сюда Ничего Вот эта вещь Антология предельная Про которую сказали Она сменная Говорят Что пространство есть Как бы для этого Но антология Которая всегда Туда покладается Она сменная В зависимости от Разворачивающейся программной Деятельности Которая ведется Разворачивающейся программ Эта фигня Будет там меняться И назвали это Как бы Игровой Реальностью Игровыми антологиями Которые позволяют это делать Вот игра позволяет Менять нам это Относиться к одному Как к реальности Ко второму Как к нереальности Имитации И наоборот Замещать Замещать одни антологии Другими антологиями Сложно? Скорее не убедительно Не убедительно? Сложно В чем вас Не убеждает Ну если не к вам Понятно Что и воин Знал бы Макс Лишь он бы вас На слезе То есть Как бы Вот эта вот Схемка С пустым местом Это и есть Что-то Что можно сказать Про игру Ну если игру Брать как Предельную антологию Ну да То есть Мы можем Чего-то Как бы То есть Здесь Ну то есть Принципиально Онтологическое То есть Вот здесь Как бы Вот эту всю Предельную Онтологию Они заменили Таким Организационно-деятельностным Комплексом Да То есть Набором Процедур И способов Оперирования С ними То есть Системным подходом Который позволяет Конструировать Это Игра как Способ Обращения С реальностями Ну вот Если так Да Игра Как Способ Там Метод Мышления Обращения С реальностью То есть Вот это Вот про эти Выходящих Там Входящих И так далее Что Вот Вот эти Пространства В некотором Смысли Вот эти Вече Чистое мышление Движение Схем Идеи Движение Знаков Символов Коммуникации Речевые Акты И прочее И Деятельность На этом Штуке Можно воспринимать Как Отдельные Реалисти И они Живут Сами Сами По себе Да В Ленточной Схемы Программирования Когда Мы Имеем Эти Процессы Эти Процессы Тоже Абсолютно Независимы Друг От друга То есть Там Все Различно То есть Эти Процессы Которые Идут Они Разворачиваются Как Процессы В Замкнутой Практически Реальность Со Своим Материалом Своими Деетелями Своими Структурами Там Все Другое Эти Процессы Они Гетеро Гетеро Морозные То есть Разные По материалу Они Гетеро Хромные То есть Разные По времени Которое Там В них Течет Они Гетеро Архированы То есть Это Разные Ирархи Ну и Прочие Гетеро Которые Можем Придумать Разно Порядковые Вещи Они Удерживаются В едином Разворачивании Программ То есть Удерживаются Они тоже Очень Сложный Убрат Сказать Сегодня Что это Только Рефлексия Удерживает Явно Недостаточно Поэтому Придумывается Как бы Две Точки Сборки Этого Дела Эти процессы Удерживаются Не только Рефлексией И мышлением Но они Еще Собираются На Индивидуальность А Индивидуальность Это Тоже Такая Сложно Устроенная Штука Это Не единично Понимаемый Человек Как Один Это Такая Сборная Конструкция Из Чего Из Разных Пространств Назовемых Игровых Которые Собирают Вместе Эту Индивидуальность Создают Ее Формируют Каким-то Обычком Вот Давайте Сначала С Этим Самым С Марксовскими Представлениями Человек Который Говорил Что Человек Это Ансамбль Общественных Отношений И Соответственно Человек Этот Как луковица Устроен Человек Которого Он Состоит Из Отношений Которые Складываются В семье Социализации Усвоения Каких-то Вещей Из того Что Его Научили В школе Как бы Производстве Культуры Которая Его Обрамляет И так Дальше И Вот Это Все Формирует Человеческую Сущность А Вот Теперь Если Разбирать Это Все Отгрести Культуру Отгрести Производственные Практики Отгрести Социализацию Оторвать Отношения Что От человека Останет Генное Наследие Генное Наследие Ну Генное Наследие Это Тоже Мы Знаем Про Гены Точка Сборки Останется Тело Не Тело А Именно Нечто На что Может Собираться Все Стяжно Ну Типа Того Ну Нельзя Сказать Что Это За Стяжно Ну Воля Воля Это Социальные Конструкции Я К сожалению Не помню Кто Автор Теории Но Есть Мнение Что Человек Способен Управлять Только Одным Вещем Это Своим Вниманием То есть Сознательно А Все Остальное Это Результат Тех Программ Которые Он Собственно Изучил Ну Скажем Через Социализацию И Прочее И Вот Собственно Управление Вниманием Оно И Есть Такой Собирающий Конструкт Честно Говоря Я Не Верю В Единую Сущность Что Мы Можем И То Чего Делать Нельзя Это Приписывать Человеку Некоторую Онтологическую Сущностную Характеристику Это Есть Человек Или Это Самое Главное В Человеке А Остальное Не Важно Если Мы Находим Субстант Стержень Это Ход На Антологизацию Человеческой Природы А Он Запрещен Так А Если Он Такой Пустой Как Антологизация Игры Что Это То Про Что Ничего Нельзя Сказать Ну Как Ну Как Минимум Про Это Ничего Нельзя Сказать Можно Конечно Так Говорить Что Конечно Что Что Там Существует На Котором Все Это Собирается Но Что Это Мы Сказать Не Можем Причем Не Можем Сказать Не Потому Что Не Хотим Или Воли У нас Как Б На Это Нет А Не Можем Сказать Принципиально Просто Никогда Ни При Каких Обстоятельствах Не Можем Про Это Сказывать Но Вот Программное Целое Надо На Чем То Собирать Или На Чем То Удерживать И В Наш Пока Что Представления В Рассуждении О Точке Сборки Программной То есть Программы Или Мышления Мы Говорим Что Это Собирается В Двух Местах То есть Тоже Если В Двух Разных Совершенно Плоскостях Программной Программной Мышлении На доске Идеальном Плане И На Индивидуальном И Как Минимум Само Мышлении Идеальный План То есть Доска Чистое мышление Оно Собирается На Взаимодействии Двух Позиций Это Позиция Философа То есть Мыслителя Ну Некое Воплощение Если Хотите Философской Интенции Через Которую Эта Интенция Проявляется К Мир И Практика Между Которыми Идет Коммуникация Философ И Практик Это То Что Как Б Задает Возможность Конструкт Мышления Идеального Плана Мацкевич В своих Лекциях Как-то Развивал Эту Генеалогию От Взаимодействия Анаксагора И Перико Политик И практик Это Две Фигуры Напряжение Между Которыми Создает Мышление И Идеальный План Это Одна Точка Сборки Этого Дела А Вторая Это Индивидуальность Что такое Индивидуальность Я вам подробно Рассказать Не могу Это Одна Из Разрабатываемых Сегодня Тем Лучше Попробуйте Перенесем На следующей Лекции Я расскажу Что К этому Времени Сегодня Существует В Наработках Про Индивидуальность Пока Есть Разные Гипотезы Одна Из них Отталкивается Примерно Того О чем Ты Говорил Это Из Разделения Дуалистической Позиции Еще На Несколько Вещей То есть Вот Эта Позиция У доски Философская Позиция Она Позиция В Деятельности Как Минем И Она Связана Еще С Собственно Человеком Воспринимаем Самого Себя Как Сам То есть Я могу Перемещаться В позицию Которая Предписана Мышлением Я могу Перемещаться В позицию Которая Конструируется Деятельностью Каким-то Деятельностной Позиции Это Мыслительная Позиция Да Ну Собственно То Что Перемещается По Этим Позиция Вот Удержание Расстроения Оно И задает Некоторую Индивидуальность Версия Водолавки Скетч говорит Нет Все не так Устроено Индивидуальность Это совсем Другое Про Индивидуальность Про Совсем Другое Это Тоже Рассказывается Ну Так Вот По Разному Я бы сказал В разных местах Но Как минимум Понятно Одно Что Индивидуальность Это Конструкт Это Не Сущность Мы не Можем Сказать Указав На Кого То Это Не Человек Мы Не Можем Показать На Что Сказать Все Индивидуальность Это Собираемая Конструкция Как минимум Собираемая Из Вот Этих Отношений То есть Из Мышления Мыслительных Конструкций Из Деятельности Практики Какой-то И Из Не знаю Человеческого Там Непосредственно Там Да Из Того Что Мы можем Назвать Я Которое Конструкция Вот Вместе Это Оно Как бы Задает Конструкцию Индивидуальность Самосознание Необходимо Чтобы Сказать Что Это Индивидуальность Ну Самосознание Там Рефлексия Как бы Да Оно Входит В структуру Индивидуальности Каким-то Компонентом Вообще Все Про это Рассказывается Больше Всего Это Напоминает Про То Как Буддисты Деконструировали Ум В Человеке Они Говорили Что Ум Состоит Из Составных Частей Вместе Мы Это Называем Ум По-разному Выкомплексировали И Переводили Метафору Телега Телега Состоит Из Колес Гобли Это Телега Если Мы Разделяем На Отдельные Части Никакой Телеги Нет Это Некоторая Конструкция Индивидуальность Это Тоже Конструкция Собираемая Из Мышления Нечеловеческого Из Деятельности Которая Тоже Нечеловеческая Из Некоторого Материала Рефлексивного На который Это все Накладывается Вместе Это Представляет С собой Некоторую Индивидуальную Организовывание Ну вот Примерно То есть Целостность Программного Движения Она Удерживается Вот этими Дальными Вещами Мыслительным Планом Мышлением Идеальным Планом Схематически Досочно И так далее И Некоторой Сущностью Индивидуальности Которая Это Собирает Еще раз По-другому И это Два разных Пространства Два разных Способа Продолжение следует